Доброе утро, дорогие зрители! Вот такие у нас утренние великосветские беседы с Лизой и Мишей. Игает жопала. Игает жопала. Так, Михаил! Михаил! Шлёпки, бери на выход. Лиз, не отвлекай его, нам ехать надо уже. Уже почти 9 часов, нам пора ехать. У нас сзади куча мусора. Так. Знаете, что я забыла? Миш, ну что ты голосишь-то как, не знаю. Там! Кто там? Жук какой-то. Жук какой-то? Это клоу. Клоу? Ну прогони его рукой. Стряхни! Нет, ну ты его стряхни! А то он воняет. Так, надо проверить, где у меня повербанк. Я не помню, куда я делаю свой повербанк. Да, прическа у меня, конечно, сегодня... Сегодня с утра отрубился насос. Так, повербанк на месте. Он хоть немножко заряжен? Да, на 100%. Я молодец. Денежки тоже прячем. Сегодня надо за каратэ отдать. За будущие соревнования. И взяла оплату для Алены. Александровна, так... А чем? Как, зачем? Я за занятия за твои плачу. Саша пришел уже с утра домой. Я с утра открыла теплицу. Все сделала по минимуму. Сейчас надо к бабушке. По дороге мусор выбрасываем. Заезжаем к бабушке на кофе. Пьем кофе. И надо еще заехать за двумя бусинами. Помните, да, у меня работа не закончена. Лиза перебрала свои школьные принадлежности и набрала целую стопку черновиков. Ну, то есть тетрадок, которые не до конца исписаны, которые подойдут бабушке под черновики. А исписанные тетрадки пошли мне на растопку. Поехали! Мишка там уже хомячет печеньки. Я ему взяла молоко, а себе взяла два яблока на перекус. Ой, я ничего не вижу. Мусор мешает мне видеть. Так, сейчас заедем, наверное, в наш мусорный бак, который мне нравится. Вот здесь вот, на выезде, на советов. И в него все выбросим. Поехали. Поехали, поехали. Вот-та-та-та-та-та-та. На заправку заехали. Мишка уснул в машине, представляете? Поэтому мы с бабушкой по очереди. Сейчас будем в туалет ходить на заправке. Будить его не будем. Меня сегодня, собственно, и телефон не признает. Не хочет распознавать фейс-айди. Еще ему рожей не вышло. Спит принц мой. Едем на стояночку. Трымс-трымс-трымс-трымс-трымс-трымс. И ждем бабушку. Фейс. Все. Кстати, сейчас полодиннадцатого, а мы уже почти на полпути. Ой, Мишка паснулся. Мне по боксу. Купила я себе бусинки такие вот. Мне важно, чтобы они были с широким вот этим дырочкой. Вот, вот, видите, да? Дырочки должны быть большие. Что такое? Мишуля, ложись сюда, ложись сюда, сюда ложись. Сейчас я тебе сделаю поудобней. Сейчас, мы хороши. Вот так я тебе сделаю. Вот так. Чтобы повыше было, вот так. Полотенчиком застилю. Вот так. Можно кепку снять. Я нам не могу. Получить. Ложись. Нормально. Нормально тебе? Нет? У тебя тогда нога торчит не туда. Нет. Неудобно? Ну, давай вот так. Вот так, да? Все? Нормально? Ой. Все. Знаете, что такое наглость? Это вот этот вот грузовик, который пытается объехать, все это встроится. Не, передо мной он не проедет. Как что и требовалось доказать. Он за мной. Что не хватало, чтобы я его всю дорогу нюхала. Тут небольшой заторчик, адыгейский. Потому что две полосы в одну, потому что есть гордые обочинники, которые тоже считают, что им надо быстрее. О, грузовик. О, грузовик, это, конечно, круто. О, интересно, обочинник проехал, а там впереди ДПСники стоят. Остановят они его или нет? Нет, не остановили? Нет. Они заняты кем-то другим. Но по обочине проехал. Могли ли остановить, между прочим? Остановили? Остановили. Класс. Минус один обочинник. Сейчас ему рублей 500 штрафов выпишут. Мы добрались до Краснодара. Время еще 45 минут до занятия. Ой, я поняла, что я хочу ватрушку из маглита. Давно не покупали. Мишка, наверное, сейчас тебе коктейль тяпнет под шумок. Мои ватрушечки. Вон они меня ждут. Вкусные ватрушки. 60 рублей. Повыберем самую красивую. Здесь араски взяли. Еще один, как мы не делали. А там все равно запарами. Не шумим. Нет, гулять мы будем в Аршане. Хорошо. Мишка дал мне мармеладку. Смотрите, какие забавные мамба-мармеладки в форме привидений. Мишка, а там все одинаковые привидения или разные? Покажи. Какие здоровые. Разные есть? А покажи мне другое. Надо Путину написать, чтобы они пересмотрели порядок начисления по хобби. Принеси сюда. Я зафоткать хочу. Какие там у тебя привидения прикольные. Зрителям покажем. Еще вот такой вот есть. С глазами на вылупе. Давай мне дырявого принеси сюда. Одного. У него там еще третий был дырявый. Он его хлопал. Нету? Нет. Один был всего? Один. И ты его съел. Ну ты даешь. На, я кушать не буду. У меня одной конфеты хватило. Сладко очень. Кушай сам. Вкусно. Но через черт вкладка. Купила себе. Йогурт кузьмичный. И ватрушку. И что-то я их не хочу. Придется, наверное, с собой домой забрать. Йогурт-то я по дороге домой выпью. А вот ватрушку хотела, хотела и перехотела. И такое бывает. Мы позанимались, вернулись в машину. А тут такая парилка. Мишенька, давай быстрее. А то руль горячий. На улице 34 градуса. Мы на солнце. Горяченькое все, да? Молоко нет. Молоко нет. Молоко не горячее? И отец. Давай быстрее, сыночек. Чем быстрее мы поедем, тем быстрее мы охладимся. Прям вообще все очень горячее. А Мишка как назло долго пристегивается. А там стоит какая-то машина. И изображает сломанную. Бесят такие люди. Миш, ты скоро? Как всегда, когда надо быстро, быстро не получается. Я в строительный магазин заехала. А Мишка катается на тележке. Хотела его в машине оставить. Не остался. Говорит, я с тобой, мама. Тележку берем исключительно для Миши. А мне надо вот в этот отдел. За трубочками. Так, я тебя здесь паркую вот рядом с ВДшечкой. Нет, вот там. Рядом с набором для крепления плинтуса тебя. Ну, потому что ты в этот проем не влезешь. А я иду туда. О, прищепки. 98. Тут что-то дорогого-то. Ладно, я лучше на этом закажу. Там дешевле. Так, мне сюда. Ничего не нашли, что надо. Только поджарились. Ты не закрыла. Между прочим, сейчас 36 градусов у нас. Ой. Едем в Мегу. Там хоть парковка подземная. Ты пристегнулся? А Миши нету. Солнца нету в Меге. Да, ты скоро, Миш? Я уже поняла, что ты безобразничаешь. Выбрали Мишки книжки. Альбомчики. А если бы вот такую досочку выбрала? Хожу и думаю... О, мама нашла под щетки стаканчики. Хожу и думаю, купить, не купить досочку. Стоит 255 рублей. Ну что? Белый симпатичный. Он похож на плетеный. А тот... Ну, прикольный. Вот эти для щетки, да? Да. Вот написано. 117. Вполне себе. Все, что еще нам надо? Есть еще, смотри, какой модный. Ха-ха-ха. 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 Ну я же у него положу все это. Во. Я положу в него еще губку. Он тут прикольный. И не сильно дорогой. Что дальше покупаем? Мне маму. Большую губку? Мам, хватит их у нас. Куда-то туда надо, наверное. Да, какой красивый. Прикиньте, в Меге закрылся Мега. Причем там вообще все коробки поубраны. Там пусто. Остались только демонстрационные всякие штучки. То ли санкции, то ли это. Перешли в интернет. Интересно. А мы здесь на площадке играемся с Мишей. То есть, Миша играется, а мы ждем. Я вижу, как ты сползаешь. А? Ты балуешься? Скользишь. Как вам я в кепке? Слушай, по-моему, не плохо. Я на бандитку похожа. Особенно в малой кепке. Как настроение? Температура немного упала. Либо это потому, что мы находимся на подземной... Ну, не подземная, как она. Открытая стоянка. 28 градусов. На улице все жарко. Когда на море поедем? Не знаю. Ну, завтра мы едем опять в Краснодар, опять в жару. Надо съездить... Ой, ножки хотя бы помочить. Как думаешь? Ну, до пенсии даже никак не думаю. Потому что денег не надо... Если я буду ждать до моей пенсии, это будет долго. Поэтому будем ориентироваться на твою пенсию. В конце месяца поедем. Ну, что там получается 22-го у тебя пенсия? Это среда. Из пенсии я отложу на все, на что можно. Мы еще Катю записали, Костя, Патру. Вот именно. Поэтому... Я тут рассказываю немножко. Поэтому нам еще одна трата предстоит. Но мы решили, что ей будет не вредно помассироваться. Могласно. Да. Уж точно не вредно. В общем, время 4 часа. Отправляемся в обратный путь. Вот если не заезжать в Мегу, то можно быстро вернуться домой. Но мы решили торчать до Победного. И выезжаем только в 4 часа. Грузовик несется сзади. Не надо встраиваться, он несется нормально. Ужас. Мы уже дома. Я сделала цветочек. Я перевела обувь. Ализавета рисует. Опять у тебя с кровати убегает плед. Ну, почти. Научилась распечатывать на какой-то веке, да? А что он у тебя заляпанный, жирным чем-то? Я не знаю. Ну, руки надо мыть, наверное. У меня не чистые. Это шо? Видимо, чистые руки. Михаил, как я его привезла, вот так вот дрыхнет. Вот мой цветочек. Я все равно хочу... Лежит, сохнет. Сейчас его помыть надо будет, когда он просохнет. Вот такой вот цветочек. Розовая розочка. Вот он у нее на резинке. Поэтому ее, короче, оттягиваешь. Делается трюк такой. Сейчас я вам покажу. Подождите, я вас поставлю куда-нибудь. В общем, вот так вот. Видите? Он отдельный. Его можно спрятать в руку. И вы его видеть не будете. Вот видите? Просто стебелек. Без всего. И делается белый пузырь с дымом. Наполненный дымом. И стебельком как бы этот пузырь ловится. И в момент, когда ловится, отпускается бутон. И получается такой вот волшебный фокус. Лиза, я думаю, что у меня все маркеры повытащили. Лиза пытается у меня маркер найти. Так, прожектора я сейчас унесу в сарай. Я полсарая прибрала. В общем, вот такой вот трюк. Шоумена в пузыре для тех, кто не знает. И этот цветочек уезжает. Так хочется его понюхать. Слушайте, но он не пахнет вкусно, естественно. Потому что это просто цветок. Хочется его чем-нибудь побрызгать. Он поедет к заказчице. Сейчас Саша мне отдаст ракетки. Мне надо будет это все дело упаковать. Примотать к картонке. Я пыталась сегодня купить конверт, в котором отправлять. Но не успела. Опоздала на 5 минут. Даже на 3. Поэтому надо будет завтра утром каким-то образом купить, да, отправить быстренько. И поехать с Катей в Краснодар. Сегодня у Лизы сорвалась тренировка по каратэ. Уже третья тренировка отсутствует. В этот раз наш тренер попал в аварию. Причем я его увидела, когда он в аварию попал. Он там, в Адыгее. Попал в аварию. Еду. Смотрю. Авария. Потом соображаю, что я увидела футболку очень знакомую. Ну, типа, как каратэшные эти командные футболки. У Лизы такой нету, но часть народа заказывали. Ну, Лизка недорогие. По-моему, по 700 рублей скидывались. Ну, конечно. Нам не по карману такое просто. Вот. Ну, чтобы на соревнования ездить такими красивыми, подписанными скидывались, народ заказывали. И вот я футболку видела. Я его лица не видела, он там занят был. Ну, соображаю, что это наш тренер. Судя по футболке, по росту, по комплекции. Вот. И выяснилось, что да. Че ты делаешь? Ты тебя сейчас скрасит. Чего ты его так скрепишь? Он же так испортится. Он уже испорчен. Он уже стерен красит. Почему? Катя давала, а после этого он начал хуже красить. Не может. Ну, либо это просто совпадение. Конечно. Вы просто ищите совпадение, чтобы друг друга пообвинять. Я уже минут 30 пытаюсь монтировать для вас влог. Компьютер жутко тормозит. Файл опять на 40 минут. Ну, я там немножечко вырезала кое-что. Оно не сильно много. Поэтому все тормозит. На улице у нас жара. Я же со стоянки выезжала, сказала вам, что типа 28 градусов вместо 35. Нет, ничего подобного. А когда вы ехали на саму дорогу обратно, 35 и даже 36 было. Жарко сегодня. Прям вообще жуть. Я надеюсь, завтра не будет так жарко. И надеюсь, что мы не попадем в дикую пробку. Мы когда обратно ехали, нам навстречу туда, в сторону Краснодара, была вообще жуткая пробка. Но это был уже вечер. 4-5 часов. Но чтобы нам ехать к процедуре Катиной, не заранее, то нам надо выезжать в 12. Я боюсь, что в 12 мы встрянем в пробку. Поэтому мы будем выезжать часов в 10. И там потом поторчим. Ну, в поликлинике. Там хотя бы кондиционер есть. Поехал. Продолжение следует...